500 не видно даже, ну 30-ти уж нет ему, наверное, так, да, 25, может 26. Обычно после полуночи дверь в торговый зал закрывает, товар отпускает через маленькое окошко, но в эту ночь было полно покупателей. Женщина говорит, что просто забыла про меры безопасности. Этим воспользовался злоумышленник. Он заходил один раз, спросил батона, у вас есть? Я говорю, нет, батон закончился. Он вышел, он стоял вот здесь, вот я видел, что он стоял. Зашли люди, покупатели, покупали у меня, вышли, он опять зашел, вот около этой витрины терся. Молодой человек долго стоял сначала на улице около магазина, затем еще несколько раз заходил в торговый зал. По всей видимости, выжидал подходящее время для нападения. Опасался, что случайно могут появиться очередные клиенты. Наконец, когда решился на преступление, отвлек продавщицу, чтобы она отошла как можно дальше от кассы. Взял хлеб, пришел, отдал мне 100 рублей за хлеб. Я ему сдачи сюда положила. И он говорит, извесите мне апельсины. Я пошла взвешивать. Я говорю, на сколько вам? Ну вот, на сколько у меня тут осталось мелочи, значит, на 80 рублей. Я начала взвешивать апельсины, ну, отвернулся, там весы у меня. Смотрю, он перевесился. Я говорю, да что такое-то? И он все уже побежал. Вся выручка лежала в картонной коробке отдельно от кассы. Именно эту кубышку и схватил грабитель. Женщина побежала следом за парнем, но, естественно, догнать его не смогла. Лишь после этого она нажала на кнопку экстренного вызова полиции. Хотя экипажи вне ведомственной охраны подъехали в считанные минуты, драгоценное время уже было упущено. Все, я сюда прибегаю. Я думала, коньяк у меня здесь вот дорогой. Я думала, коньяк что ли он схватил. Я думала, почему-то на пол. Я никак не ожидала, что он туда полезет. Никак не ожидала. По предварительным данным, в коробке, которую утащил злоумышленник, находились около 40 тысяч рублей. Торговый зал оказался оборудован камерами видеонаблюдения. Помогут ли записи установить личность человека – большой вопрос. Ведь грабитель хорошо спрятал свое лицо за шарфом и капюшоном. Равиль Сайганов, Александр Царегородцев. Новости Татарстана. Редактор субтитров А.Семкин